Это тот случай, когда всем повезло хотя бы остаться в живых. Ниссан, за рулем которого был 21-летний водитель, врезался в остановку медуниверситета. В этот момент там, как всегда, было многолюдно. Парень утверждает, что успел пролететь на желтый, но другой участник аварии, 60-летний мужчина на Тойоте, уверен, что молодой человек летел на красный. На красный. Просто вылетел? Да, вылетел. Ну, разберутся люди, там же, я не знаю. Ну, молодой парень, просто на желтый летел еще. Вот как бы это ни случало, но эту аварию только хочется сравнить со страйком в боулинге. Сначала Ниссан и Тойота сталкиваются на этом перекрестке. Ниссан отлетает на остановку, сбивает там девушку, затем сшибает рекламный щит и в итоге еще и врезается в две машины. Ниссан отбросило на остановочную площадку, где он допустил наезд на девушку 22 лет, которая сейчас доставлена в горбольницу. С травмами госпитализирована. Она не могла встать, она, получается, лежала, не могла пошевелить правой рукой, вроде левой уже не помню. Была кровь, но не сильно. Не из головы? Не из головы. Было, видно, что на носу. В Минздраве нам сообщили, что многочисленные травмы не угрожают жизни девушки. Кстати, сотрудники ГИБДД даже предварительно не стали озвучивать, кто виновен в аварии. Следователям предстоит провести экспертизу, изучить кадры с камер видеонаблюдения. Ну а пострадавшей девушке, которую среди белого дня сбили на остановке, придется запастись терпением. Ведь после лечения ей предстоит не один поход в суд. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. День с толком.